Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают В рот воинской части на окраине Донецка дежурят родители солдат-срочников. Сегодня всем находящимся там военнослужащим предложили перейти на сторону ополчения или покинуть территорию части добровольно, пообещав, что для этого не будет никаких препятствий. Вы имеете право выбора отправиться домой, отправиться куда-то еще или остаться продолжать службу. Выбор только за вами. После этого часть солдат-срочников покинула территорию, те, кто остались, приняли присягу на верность народных республик. Это уже вторая воинская часть, которая перешла под контроль ополченцев в Донецке за последние сутки. Ополченцы не применяли никакого оружия, в этот раз не прозвучало ни одного выстрела. И сегодня я хочу просто сказать, это не фольба, это действительно показатель любого командира. Сохранить жизнь и здоровье своих подчиненных. От себя хочу лично сказать, поблагодарить солдат, что вы выполнили достойно свой воинский долг. На территорию части пригласили и родители. Многие из них тоже призывали военнослужащих продолжить службу в рядах ополчения. Ребята, останьтесь, вы здесь нужны. Я хочу, чтобы вместе с вами эти ополы, которые вырыли, превратили опять в светущие клубы. И чтобы вы нормально служили. Главным результатом второго раунда консультаций в Донецке стало продвение перемирия до 30 июня. По итогам двусторонней встречи лидеры республик заявили, что консультации возможны только при полном выводе украинских войск с территории Донбасса. В штабе ДНР заявили, что неизвестные обстреляли автобус, перевозивший беженцев в окрестностях города Артемовска Донецкой области. После выстрелов в лобовое стекло водитель автобуса потерял управление и врезался в гараж. Погибли два человека.